ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Противник пытается взять под огневой контроль дороги, который ведут к крупным населенным пунктам. Это фотографии последствий удара по аэродрому Морозовск в Ростовской Народной Республике, бывшей России. Напомним, что вооруженные силы Украины атаковали данный объект в ночь на субботу 3 августа. На фото виден уничтоженный склад с авиационным вооружением и части самолетов. Тут наблюдается практически весь спектр боеприпасов для самолетов Су-34. Уничтожены авиабомбы от ФАБ-100 до ФАБ-500. Отдельно отметим, что все они могут использоваться с УМПК, модулем управления и коррекции планирования. Кроме этого, на фотографиях видны корректируемые авиабомбы КАБ-500, а также редкие КАБ-1500. Есть тут и ракеты Р-73 класса «Воздух-воздух». Они используются для самозащиты бомбардировщиков. Обломки самих самолетов Су-34 можно заметить на нескольких фото. Они ярко-голубого цвета. В том числе оторванный блок радиоэлектронной борьбы Хибины, он стоит в законцовке крыла. Что случилось? Почему все это происходит? А знаете почему? Задайте вопрос почему. Так почему? 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 Вот потому что... Ну потому что... Потому что получили пиздец. Вот и все. Ребята все усиливается и усиливается. Господи, что творится? Что творится? Это ужас просто. Калач содрогнул. А это Воронежская народная республика бывшей России. Калачанка заявляет об атаке беспилотников со стороны Волгоградской народной республики. Потерпи, Калачанка. Скоро придет облегчение. Республика будет свободной. Страшно говорить. Это ужас просто полный. И еще объявили пять беспилотников со стороны Волгограда летят. Это ужас просто. Представляете, кошмар. Ну а тем временем на Курщине и Белгородщине так же неспокойно. Местные телеграм-каналы сообщают о входе военной техники в районе города Суджа. Заявляется о заходе пехоты и танков в направлении населенных пунктов Куриловка и Гончаровка. Таким образом, пока Шойгу чилят в Иране и Баку жители санитарной зоны, а особенно Белгородской и Курской народных республик, должны сидеть в подвалах и ждать, когда вооруженные силы Украины освободят их от гнета преступного кремлевского режима. Все идет по плану. Как Путин. Победа 100% в этом году будет за нами. Почка прижилась. А вот левое полушарие мозга, которое отвечает за логику, наоборот отторгается. В Белгородской области уже обучают украинскому языку. Проходила мимо, видела вот такое объявление. Интересно. Это в Белгороде, на секундочку. А по промокоду «Обманутый россиянин» табличка с надписью «В улице Тараса Шевченко» в подарок. В Мариинске пьяная следовательница Оксана Князева сбила насмерть велосипедиста. Попыталась скрыться с места происшествия, но свидетели успели вытащить ключи из замка зажигания. На суде скажет «Ваша честь, у меня выбора не было. Если б я его не сбила, он бы завтра меня на своем велосипеде сбил». Сын уехал на войну два года назад. Мать сидит дома без света, задыхается от войны фекалий. Так, сын у меня служит в Донецке. В СОО. В СОО. Он уже будет, погода уже будет. Ну то, что вы сейчас одна и без света семь дней уже. Да. Да, сидим уже без света семь дней. Подвал, в воду. Ага, жили, та же вода уже поднимается к верту. Задыхается от войны. Да, задыхаемся от канализации. Канализация с отечества ростичок. Ну и с холодильника все выкинули, все пропало. Они на военкомат с рубки не берут, никто. Чтоб что-то помогли. Чтобы что-то помогли. Чтобы что-то помогли, надо для начала второго сына на войну отправить. В магазине унитазов. И я увидел такой экземпляр, который вы просто... И вы посмотрите. Тяжелый люк. Вот дальше, дальше отойди. На таком застрелили Ланнистера, поняли? С арбалета. Он смотрится это просто. Ля. Что царь, тебе ж срешь. Весь в коже. Скажи, сила. Обязательно куплю себе такой. Потрясающий. Какое общество. Такие в нем и цели. Приветствую всех. Программа «Деньги от Апостола» успешно работает более восьми месяцев. Я плачу деньги за информацию, которая поможет нам приблизить нашу победу. Я хочу, чтобы мне написали русские, военные, рядовые офицеры, старшие офицеры, кадровые, мобики, бывшие заключенные. Мне, по сути, все равно, с кем иметь дело. Меня интересует информация, как оперативного уровня, так и тактического уровня. Куда вы бежите в атаку, сколько вас человек и так далее и тому подобное. Где находятся ваши склады, где находятся еще различные всякие военные темы, БК, техника. Также интересует информация от спецслужб. В частности, если у вас на связи находятся наши предатели, военные, независимо от их уровня, начиная от рядовых и заканчивая бригадными генералами, напишите мне, у вас ждет приятная сумма денег, если информация подтвердится после проверки. За предателей из рядов вооруженных сил я плачу 5 миллионов рублей. За предателей из СБУ я плачу 10 миллионов рублей. За предателей из других наших силовых структур, таких как ГУР, я плачу 15 плюс миллионов рублей. Пишите мне, я всем отвечу. Не верьте каким-то ботам. Раз, у меня нет ботов. Два, я никогда не пишу первый без договоренности. Если вы сотрудник какой-то госкорпорации, имеете какое-то отношение к высоким технологиям, тоже пишите мне. Контакты по традиции. Ватсап в приоритете, телеграм и телеграм-канал, на котором новости. Сегодня 400 человек. Это личный состав. И боекомплект 22-й бригады формирования киевского режима. Она укомплектована западным вооружением и военной техникой. Вот здесь участвует в атаке на Курскую область.